всем привет сегодня у нас вот такие вот наушники вы для сравнения это наушники компании ppb но здесь там crcn написано как бы другие там супер бас вот но все мы знаем что это ppb потому что продается вот этим названием ppb 012 вот я для сравнения взял то есть это наушники которые я больше всего люблю из тех наушников которые существуют до 10 долларов это лучшие наушники далее у нас здесь будут наушники это по моему 21 модель сейчас проверим ppb 021 нигде нету ладно сферу потом поэтому по моему 21 и вот это вот двадцать четвертая версия наушников идет такая более коробки и получается эти дети я покупал на герпесе они шли в обычных пакетах у в случае с запасом магазинов где я покупал двадцать четвертую версию ppb они вот так выглядят немного по-другому да то есть сравнение вот 21 это как пуля выглядит вот эти неудобные это сразу говорю у меня уже были такие вы и другие модели вот здесь идет коробочка идет сами наушники идут зарядочка идет амбушюрки и прищепочка у ppb 21 тут пока амбушюрки у и даже зарядки нету а у ppb 012 идет зарядка и просто амбушюрки без прищепочки вот так откладываем откладываем достаем чисто наушники что касается ppb 012 они отличные наушники работают где-то в среднем 5 часов 4 5 часов музыки звучат неплохо сидят в ушах идеально просто идеально лучше лучше них у меня пока не не было ничего что сидит ну вот приближается по удобности приближается qi 19 играет хорошо но у них здесь такой пластик немножко такой хлипковат пульт такой провод тоненький ну и пультик реально как-то видите аж изгибается вот но тем не менее я ими пользовался долго и ничего с ними не произошло и там и ронял и все такое и сама вот эта вот металлическая основа даст сами уши и все отлично они все работают и как бы до сих пор служат единственно что я уже перешел на более дорогие уши по звуку они довольно таки качественные и звучание ну как обычные наушники любые там взять которые идут с смартфонами в комплекте вот по поводу вот этих ушей ушей у здесь уже корпус такой посерьезней вот он уже не сгибается работают также они в порядка четырех пяти часов вот и здесь тоже магниты есть но сидят они в ухе не так удобно и я сейчас будем сравнивать я покажу как этим уж в ушах сидят вот звучат приблизительно также то есть особо каких-то там отличий я не заметил от ппб 012 вот ну и ппб 024 по моему это 021 это 024 до 2024 опять же корпус такой хороший управление все у него как у 21 только здесь такой более острые углы здесь они закруглены что касается киусе вайку 26 это один наушник да то есть это hands-free можно сказать ну не можно сказать это есть hands-free то есть он идет одним наушником подключается легко определяется как юси вайки вай 26 быстро без каких-либо проблем хватает заряда здесь на два два с половиной часа это разговора или прослушивание музыки ну где-то на два часа прослушивания музыки звучит он тихо если ты разговариваешь по телефону да то есть связь тебя слышно хорошо ты слышишь хорошо все отлично но музыку слушать он тиховат то есть музыку если слушать по нему то нужно делать на максимальную громкости для более комфортного прослушивания но момент еще такой первое время когда его только подключил он первое время постоянно отпадал получается либо я забыл какой-то bluetooth другое устройство отключить что она перебивала либо скорее всего так и было потому что после того как я одни взял да то есть меня здесь дома много наушников и часто я бываю отключить забывая наушники просто положу и пока они там отключатся и телефон видать может пытался запрятаться но был такой глюк то есть я не знаю то есть либо и он из-за того что я что-то забыл отключить либо может по какой-либо другой причине но он исчез со временем он исчез просто сейчас я записываю дергаю в руках этот наушник наушник подключен к телефону и запись идет то есть на него получается вот вот такой вот момент как бы по нему все поэтому звук здесь качественный хороший но тихий здесь звук более-менее с громкостью но он здесь немножко как такое вид ведрецом отдаёт вот поехали дальше pb 021 они не взлетели у меня потому что они во первых вот такой вот формы они мне давят в уши пошат с на шапку не проходят то есть если шапку одеть они мне давят они не совсем удобные звук у них такой же как у 12 ppb и поэтому ну ppb 012 как бы они с ними не сравняться с ppb 012 но единственное что тут и есть заглушка здесь нету вот разница как бы а здесь удобные наушники и звучит хорошо но если взять двадцать четвертую версию вот эту вот то здесь уже разница заметно во первых они сидят немножко не так удобно как эти но здесь можно поменять амбушюрки на чуть меньше и они тоже практически такие же становятся удобные как и как и 12 версия но чуть-чуть чуть-чуть и мод в удобстве не хватает немножко но они действительно удобные и сейчас я как бы отдельно покажу как и выглядят и те и эти в наушнике но вот по звуку здесь уже идет подобие стерео тут как бы да то есть ну нормальный как бы звук такой вроде бы неплохой но вот здесь разделено и правое ухо она дает басы а это дает низкие частоты и получается тут такое а тут ну там тун 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 а тут бум 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 то есть и вот как бы такое стерео но ты слышишь то есть этим эффектом они дали я так понимаю дешевым способом они разделили просто частоты и получается одно ухо отвечает за низкий другой за высокий ну просто если ты в одним ухом будешь слушать ну это бред получается но когда ты слушаешь двумя ушами довольно таки неплохо мне очень нравится я вот только что с музыку слушал да там ну как весело и хорошо получилось то есть мне понравилось и звучание то есть за счет этого звучания намного получается качественнее чем у ppb 012 и если брать так ну допустим если ppb 012 но в любом случае имея этот опыт который у меня есть если я бы сейчас выбирал до зная как бы да там не ну что-то случилось с наушниками и чтобы мне взять я бы однозначно взял ppb 012 вот ибирая из этих троих наушников и одной одной компании 12 серия остается лучшей но если мне нужно чуть лучше звук или допустим 12 их нету в наличии и нужен хотя бы там немножко лучше звук то можно смело взять вот эти вот 21 они немножко больше да то есть крупнее вот сделаны они даже немножко побольше вот но довольно таки неплохие и зная уже фирму они как бы да то есть по времени работы тоже 4-5 часов довольно таки неплохие и немножко лучше звук давайте посмотрим как выглядит в ушах и так это ppb 021 за счет своей пулеобразности да они глубже заходят в ухо и доставлять некий дискомфорт хотя шапкой они прижимаются и не очень сильно но все равно они немного давят мне в ухо и есть люди которым это наоборот нравится но мне это предоставляет дискомфорт и через время начинает болеть ухо двадцать четвертой версии же здесь более менее здесь такой вот остричок торчит но за счет того что мы имеем такую вот круглую форму которая не дает зайти она то есть упирается в ухо и не дает зайти глубже самому динамику и поэтому она сидит хорошо и не давит и шапка просто ну прилегает вот ладошками если придавить получается здесь я не чувствую ухо ну то есть не чувствую не упирая не упирается в ладошку а здесь не давит именно вот этот вот кусочек давит в ладошку и поэтому и придавливает ухо вот ну и давайте посмотрим ppb 012 то есть это идеал уже показывал и тестом на шапку они вообще они чуть за то есть за счет того что они меньше они меньше выпирают еще то есть меньше выпирают чем эти давайте так буду держать и попробуем вставить сразу этот чтобы это было то есть как эти выпирает это они плотно вставлены и ppb 012 за счет того что они офигенно сидят в ушах это лучше и вообще то есть мы лучшие наушники которые я сталкивался то есть мы действительно и за счет того что ну вот 21 просто выбрасываем их они не нужны уже больше вот 24 имеют право на существование и по звуку они лучше чем 12 но 12 конечно они лучше по эргономике и я бы даже уступил немного им вот и если выбирать все-таки из 24 версии 12 я бы выбрал 12 версию за счет того что она лучше сидит пусть немножко она хуже играет но действительно она очень качественно сидит никогда у меня никогда я долго ими пользовался несколько месяцев и и ежедневно и у меня никогда не было с ними проблем чтобы у меня там ухать это заболела или что-то там поднатерла или еще что-то вот остальные все они предоставляют через несколько часов пользования они там топ там болит там поднатерла там еще что-то вот вот такие ну как бы неприятные ощущение вот тут 21 идеально причем с родной амбушюра которая идет комплектная амбушюрка я ее не менял вот такая вот и она комплект на идет и ну вообще идеально я купил несколько штук и жене купил то есть жена пользуется такими там и друзьям покупал и ну реально ппб 012 остаются лучшими наушниками до 10 долларов ну и напоследок киусе вайки уайт 20 26 лековая 26 и наушники а и 7 с а и 7 с твс твс он так и определяется в телефоне твс сейчас давайте посмотрим как она будет выглядеть у меня в ушах и дальше немножко о них расскажу не выпадает на удивление и ну действительно очень прикольно сидит второго я вставил киусе вайт наушник для того чтобы понятно было что он так немного выпирает такой бочонок получается и хэнс фри как хэнс фри получается вот это вот штука удобнее будет ну если не брать во внимание второй наушник то есть если как один его использовать причем они автономные оба наушника можно использовать и ну один то есть как хочешь в одну хочешь во второе то есть можно два использовать как наушники вот звук конечно у киусе вай намного лучше намного лучше он не только как в проигрывании музыки но и в беседе и звук слышно тебя лучше то есть мы когда ты здесь немного такое отдаленно как будто ты немного в ведре то есть ну как бы и и и в ведре и не почти не в ведре то есть как будто только заходишь в ведро и вот начинаешь говорить вот такой вот приблизительно звук по поводу айсим с хочу сказать следующего довольно таки неплохая задумка и очень прикольно это типа айфоновские наушники вот так выглядит 2 наушника здесь нету он стоит на зарядке и я вам сейчас расскажу почему первый наушник но его хватает ну не знаю часа наверное на полтора проигрывания музыки но вот это вот устройство она в общей сложности да мне там на работу полчаса с работы полчаса и того имеем там до час в день и попользовался наушникам просто вставил их коробочку закинул в карман и действительно как бы все отлично но ситуация такая у нас с одним наушником вторым наушником я практически не пользовался потому что он то ли бракованный то ли не знаю что но в него влезает всего 4 вот второе ухо поместила в себя 14 миллиампер часов и заряжалась она около где-то наверное минут 20 но больше 14 миллиампер часов не пропустила и уже где-то час она часа полтора может стоит на зарядке все равно вот 14 миллиампер часов больше не влезает во второй наушник сейчас наушники подключены в режиме совместном то есть они вместе работают не по отдельности их можно подключить по отдельности просто включаем начинает мигать сапы просто находим i7 tws в списке и подключаем но если мы хотим вдвоем чтобы они работали как наушники то мы начали их включаем вдвоем потерял сопряжение ладно то есть мы держим одновременно и включаем до момента когда он начнет мигать и потом двойным щелчком два раза нажимаем и она между собой они сопрягаются и потом находим только один пункт давайте я посмотрю как он его определил то есть только один tws i7 же подключаемся к нему и будут работать два наушника одновременно данный момент у меня почему-то вот это вот ухо отключилась и получается еще отпалой второе ухо почему-то дисконнекты и первое дисконнект это оба дисконнекте теперь а ну так вот между собой они подконнектились то есть это на ухо подконнектилась к этому а это мы сейчас теперь подконнектируем тут все соединилось два уха проверяем вот так это выглядит в одном ухе во втором держится неплохо сейчас я музыку остановлю держится неплохо и когда они вдвоем два уха такого уже ощущения как будто ты в ведре ну нету и как бы более-менее звук тогда получается к нубам более-менее таким неплохим не такого качества то есть хуже качество чем у ппб 012 допустим хотя у него там не блещет качеством но довольно таки имеет право на существование вот так выглядит по поводу сопряжения да то есть связи звучит он так получше намного получше чем по отдельности если включать но вместе они видать один сопрягается с другим пытается сопряжаться и из-за этого у них периодически начинают сбои быть звуки то есть слушаешь музыку так рывками вот такими и как-то с чем-то связать я не могу ну то есть песню ты слушаешь и бывает можно одну песню вообще прослушать полностью такими рывками а бывает что там две-три песни подряд идут хорошо и с чем это связано почему если телефон лежит на месте это у тебя в ушах и ты сидишь не двигаешься но как бы стоит тебе двинуться по любому будет обрыв связи и так подводим итоги ppb 0.21 сразу говорю это никудышные наушники их брать даже смотреть в их сторону не стоит они не удобно сидят в ушах по звуку играет как ppb 0.12 то есть по цене они практически одно и то же по моему они даже немножко дороже ссылки на все наушники будут в описании поэтому вы сами можете сравнить цены их откладываем сразу потому что ну никудышные ну у них только пульт крепче чем у 0.12 версии но до сих пор у меня допустим я уже там больше чем полгода пользуюсь ppb 0.12 но не к сейчас уже не каждый день потому что сейчас у меня к и всего и к в 19 основные но тем не менее дома я пользуюсь ими до сих пор ничего с ними не случилось ppb 24 версия 0.24 они уже достойная замена только по звуку звучат они лучше но корпус у них да то есть такое все у них ну провод чуть-чуть там но можно миллиметр толще сам пультик крупнее такой ему крепче то есть а даже по размерам он такой же но немножко крепче но сидят в ушах они за счет вот этой вот штуки культ которая чуть-чуть больше они чуть-чуть чуть-чуть хуже сидят в ушах то есть то есть если вы можете взять либо ppb 0.12 либо вот эти но эти звучат лучше но чуть-чуть хуже сидят в ушах эти сидят идеально в ушах и хорошо звучат то есть неплохо звучат поэтому ppb 0.12 далее попал наш список QCY Q26 но он чисто попал как это гарнитурой сравнивать ее с наушниками будет неправильно потому что она одна одна и звучит хорошо но тихо то есть слушать музыку на ней ну не особо будет интересно вот все работает качественно в ухе сидит неплохо не цепляется то есть садится хорошо в ушко и ну в принципе как гарнитура довольно таки неплохая ну и последнее что я хотел рассказать это вот такие вот наушники i7s tws вот ну сразу скажу говнище говнище потому что играет по отдельности играть как ведре то есть звук ты слушаешь как будто в ведре второй момент если одновременно они играют ну так неплохо играть ну сравнимо с ppb 0.12 то есть ничего особенного нет в ушах сидят неплохо но самый главный минус это автономность заявлено у них 060 65 миллиампер часов но выдавите то есть заре зарядилась влезла в них в одни 14 миллиампер часов другие 26 миллиампер часов то есть 0 26 и сколько в самой базе то есть в базе заявлено 650 миллиампер часов но даже если 300 тут есть толку от них никакого потому что ну в принципе можно взять их попробовать поиграться одни наушники у меня час 20 проиграли музыку вторые проиграли минут наверное 30 то есть которые 14 миллиампер часов минут 30 но вот эти вот которые 14 миллиампер часов у них высокий самый разряд и получается за несколько дней они полностью разряжают стоят они за я их покупал за 10 долларов 80 цент сейчас они стоят 18 долларов и сегодня по ним предоставили там скидку 14 долларов они реально не стоят этих денег и ну само решение вроде бы и неплохое но не доработано вот именно в плане автономности в плане того как звучат они по отдельности то есть я бы имея тот опыт который у меня сейчас есть я бы их ни в коем случае не взял не имея опыта я же опять же взял потому что решение такое интересное это типа айфоновских наушников и мне всегда было интересно ну посмотреть как это удобно вообще не удобно носить в кармане вообще решение прикольное что взять вставить наушник в карман да то есть допустим особенно если ты там допустим много разговариваешь по телефону в течение дня это очень удобно то есть ты вставил один наушник один в базе заряжается и по одному разговариваешь и заявлено что он будет работать три часа вот одного заряда но один наушник вытягивать час двадцать проигрывания музыки но это где-то будет полтора часа разговоров и второй наушник это где-то минут 30 проигрывания музыки да то есть но 45 минут разговора то есть и того имеем два часа разговора от одного заряда да то есть но у нас есть база и мы допустим вставили один в базу Ну, второй слушаем. Потом поменяли, когда закончился заряд, поменяли. Но вот это вот автономно, что, допустим, нужно часто так будет менять и вставлять в базу. Ну, в принципе, как бы, пользоваться ими можно. Но то, что заявлено 65 мАч, а на самом деле 14,26, ну, это более чем в три раза. То есть, один наушник получается меньше в четыре раза, второй наушник меньше в три раза от заявленного. То есть, а саму базу я даже проверять не стал, потому что, ну, это долго будет, как бы, разряжать наушники. То есть, потратить несколько дней на то, чтобы разрядить базу, вот, и проверить, сколько в нее влезет. Ну, у меня желание отпало сразу после того, как один наушник после зарядки сел через полчаса. Вот. На этом у меня все. Ставьте лайк, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок! Субтитры подогнал «Симон»!